Всех приветствую на своем канале. Случилось так, что получилось, что у меня все-таки будет обзор покупок. Потому что я сегодня гуляла с подружкой, зашла в магазин по пути уже домой, хотела купить просто молока и кефира. Но кефира не оказалось, точнее был какой-то очень странный, но не тот, короче, что мне надо. И из молока, я, ты, конечно, понимаешь, что сейчас Новый год и как бы мамай прошел по магазинам. В общем, молока. Единственное, что я там увидела, вот примерно из всего, что было, выбрала более-менее меняемое. Но у меня получилось, что кефира не мало, молоко есть и еще кое-что тоже купила. И, наконец-то, запользовала свои эти бонусные баллы с пятерковой карты в пятерку я заходила. Пакет, возможно, не с подпятерки, не знаю откуда, в общем, он у меня просто в сумке лежал. Короче, 29 рублей у меня было на этой бонусной карте, но я что-то так на кассе попросила их снять. Ну, говорю, что они там висят? Они как бы сами должны предлагать, ну, продавцы, покупатели, но у нас почему-то в той пятерке не предлагают, пока сам не скажешь. И человек, кажется, Ева, не помню фамилию, точнее, я примерно представляю фамилию, но я боюсь перепутать, поэтому просто Ева, кажется, человек, подписчик Ева или комментатор Ева, или сыритель Ева, хотела, чтобы я обозрела эти покупки еды. Вообще, вот такое молоко я купила, я не помню, брала я такое молоко когда-нибудь, не брала, наверное, брала молочный продукт из Пасо-Преображенский собор, тут нарисован по ходу дела, Рыбинск, Золотое кольцо России. 2,5 жирности, сделано оно 30 декабря, аж прошлый год. И живет оно у нас 7 суток, так, и у нас составит просто нормализованное молоко, да, вот такой вот этот Рыбинский район. Ну, мне кажется, Рыбинское молоко и Ярославское молоко вполне себе нормальное молоко. Так, честно, я не помню, сколько оно стоило, потому что на чеке как-то странно так пропечаталось, то ли пропечаталось за счет этой скидки 29-рублевой с карты пятерковой, то ли оно само было как-то по скидке. У меня все это вышло на 166, кажется, с копейками. Потом, я увидела бананы, они так на меня смотрели, вообще один банан на меня смотрел, я потянула за хвостик, оказалось два банана, и говорили, купи нас, Лёля. Я как раз хотела бананов тут на днях, ну вот, купила бананов. Глобал Вильляш, мировая деревня, скорее всего. Вот. Наклейка-то же такая, с новогодними какими-то, там, коробочка такая, типа подарок, елочка и какой-то шарик. Так, творожок я себе купила, кажется, такой уже как-то покупала. Вообще, на самом деле, мне очень нравился творожок в пятерке белорусский, вот такой же колбаской, не помню, как он назывался, но такие белорусские продукты, которые, Савушкин, кажется, все время там бывают в таких пятерках, и он тут 400, короче говоря, он тут, по-моему, 4% жирности, а в том, вроде, 9 было в белорусском, я уж не помню. Один раз я такой брала, это русское молоко, творог мягкий, мне нравится, вот так вот, представляете, и так выдавливаете в тарелочку и каким-нибудь вареньком поливаете. Вообще, у меня все, как-то есть желание скрестить укроп, петрушку, чеснок, соль вместе с творогом, но у меня как-то руки не заходят, в результате творог съедается с чем-то сладким. Тут у нас творог обезжиренный, молоко пастеризованное, обезжиренное, с использованием бактериальной закваски с ферментом молокосвертающего животного происхождения, и сливки пастеризованное. Короче говоря, грубо говоря, творог и сливки нормальный состав. Сделал он тоже в прошлом году, 25 декабря прошлого года, и до 14 января всего года сроком. В принципе, вполне себе более-менее свежий творог. Так, и еще я себе купила печенье. У меня было печенье, оно закончилось, то самое Мария с подписью Любятова, которая вроде как и даже не Мария, не традиционная, то самое Мария, а другое Мария. Еще там мне одна Мария, которая, кажется, из Чебоксар, Мария, которая оказалась Мария. Что-то писала про этот камень, в каменте точнее, что-то писала про это печенье Мария, к какому-то видео, где был обзор этой Марии. И я купила себе, сначала увидела юбилейное, что-то постное, без молока, я почитала состав, мне как-то не захотелось его есть. И я купила себе два других просто юбилейных. Это, в общем, с кусочками клюквы, считается типа новинка. Я такое печенье как-то пробовала, Ева с чаем у своей родни. И мне внезапно оно понравилось, я решила, почему бы и нет. Что-то оно 20 с чем-то стоило. Оно у нас аж прошлого года, ноября, 11-го, 11-го. У меня как раз 11-го ноября у одной подружки день рождения. И до 13-го мая следующего, этого уже года, чуть не сказала следующего, практически уже сказала, следующего года будет жить. Ну, конечно, съесться оно у меня раньше. А, это вообще пакеты в диксе будет. Диксиевый пакет. И еще вот такое юбилейное молочное. Что-то оно вообще какие-то копейки стоило. Ну, в смысле, не то чтобы копейки, но 12 рублей. Обычно мне как-то такое юбилейное я не видела нигде по 12, при этом без скидки. Ну, у меня там по 16, по 17, по 18. А я хотела какое-нибудь такое печенье, а вот этой Марии я не видела. Сначала хотела крекер, но он, что-то как-то мне этот крекер с кунжутом, как-то, в общем, между юбилейным и кунжутом перевесила юбилейное. Вот юбилейное молочное. Оно у нас чуть позже, или чуть раньше, не знаю. Короче, 26 ноября прошлого года родилось, и до 28 аж августа оно может жить. Кстати, вот прикольно, почему оно это... Разный срок у них. Вот это менее долго живет, чем вот это. Аж на 3 месяца. Если какие-то звуки, то у меня тут кот бесится. В общем, вот такое видео было. Надеюсь, это порадовало человека, жаждущего продуктов. Всем спасибо за просмотр. Ну и прощевайте. Продолжение следует...